Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала Руденко. Рад вас приветствовать на нашем канале и в нашем замечательном штате Гавайи, Соединенные Штаты. Я собрался идти по периметру нашего острова Оаху, 220 километров, под нашим палящим ярким солнышком. И в этом конкретном видеоролике я вам расскажу о своих рюкзаках. Что я с собой беру, зачем мне нужна эта сумка, что я положил в свой рюкзак. Сегодня непосредственно об этом. Что мы берем с собой в наш поход на 220 километров, учитывая, что нам нужно будет преодолевать водные преграды, ночевать на необитаемом острове, недалеко от нашего острова, идти через джунгли, идти с отличной, интересной компанией, смотреть на местные достопримечательности, делать акцент на исторические моменты, особенности, общаться с людьми, пройдем отлично время. Что же, собственно, я беру с собой? Перед нами две сумки. Одна сумка у меня с ценными вещами. Все то, что мне понадобится для видеозаписи. Много разных девайсов с собой взял. Это обыкновенная сумка 5.11. По сути дела, ничего особого себя не представляющая. Просто мне очень подходил размер. Мы обзор ее сделаем в самом конце. Сумку эту откладываем. Еще раз говорю, здесь самые дорогие и ценные вещи. Я хочу, чтобы они всегда были у меня под рукой и отдельно. Следующий момент, это у нас рюкзак от компании СТС. Ссылка в описании будет на, в принципе, все вещи, которые находятся вместе со мной. И это у меня аптечка от компании Атака. Что я положил сюда? Значит, у меня есть спальник. Эта кофта у меня тут. Почему? Потому что на Гавайях вечером, там, где буду останавливаться, будет ветер, будет, возможно, прохладно ночью. Дабы избежать этих моментов, кофту беру с собой здесь. Плюс на протяжении дня ты идешь, ты весь вспотел, футболка мокрая, тебе нужно одеть что-нибудь сухое. Поэтому она обязательно у меня находится тут, чтобы ночью я это не искал. Здесь обыкновенный спальный мешок, вскрывать его не буду. Таская его уже, наверное, года полтора, отлично выполняет свои задачи. Это на 40 градусов. Удобно, компактно сворачивается. С-размер. Тут он у меня. Значит, ночевать я буду не в палатке, не на каремате, не на земле. Вот такой вот у меня есть маленький гамбак. В процессе видеоролика, когда буду ночевать уже непосредственно, покажу, как он работает, какие кольца, как крепится. Самый обыкновенный туристический гамбак. Гавайя – это идеальный штат. Это совершенно не те джунгли, которые бывают в Панаме, в Боливии. У нас нет змей. Очень комфортно тут ночевать. Но на земле лучше обойтись от земли как можно повыше. Поэтому вот, собственно, гамак – идеальное решение с точки зрения веса, размера и комфорта во время ночевки. Это у меня ночная часть. Вот так вот я планирую обеспечивать свой ночлег. Я решил повесить аптечку сверху. Аптечка от компании. Атака. Все, что, в принципе, вы увидите, то, что я беру с собой, это подарки или спонсоры, или просто хорошие отношения с людьми. Это практически все подарки. Основная задача была собрать себя в поход, не тратив никаких денег. То есть минимальными затратами. Но есть вещи, которые очень классно себе зарекомендовали. Конкретно этот подсумок, этот iFact я брал с собой в последнюю командировку. Офигенная классная штука. Учитывая, что у нас гражданский поход, но некоторые вещи я все равно хочу брать с собой. Я не буду показывать, какие лекарства беру с собой. Почему? Потому что могут быть косяки. То есть элементарная нож, поактивированный уголь. Они здесь есть, я их положил вниз. Медикаменты в ютубе не хочу показывать. У людей есть разная реакция на это дело. Значит, элементарный медицинский тейп, чтобы залепить в случае, если у вас будет рана, или если вы натрете ноги. Какую обувь я беру с собой, тоже в этом видеоролике. И турникет оранжевого цвета. В армии применяются черные, но я люблю оранжевый яркий цвет, чтобы четко было видно, понятно. На Гавайях, и не только на Гавайях, случится может любая херня, даже если не с вами, то с каким-то прохожим. И если вы можете человеку остановить кровь, я считаю, это классная фигня. Поэтому это берем с собой, и остальные медикаменты я их вытащил, но с собой я их беру. Просто не хочу их показывать в данном видеоролике. Аптечка обалденная, и я считаю, в любом походе аптечка это, блин, не роскошь, а вот вещь просто необходимости. Обязательно аптечку беру с собой, если выхожу из дома больше, чем на 3-4 дня. Из всех головных уборов мне очень нравятся панамы по разным причинам, но у конкретно этой панамы узкий борт. Сделана в Украине, компания СТС, она идет с дополнительной вентиляцией по периметру. Мне нравится цвет, она не кажется слишком военизированной, очень такая полу-гражданская, но в милитаре стиле панама. Очень мне нравится, хорошо заходит. Обалденная штука, первый раз я такую панаму увидел один в один практически в канадской армии, когда мы были на совместных учениях. Она мне еще тогда очень понравилась, поэтому я хотел иметь такую панаму, и беру ее всегда. Обратите внимание, несколько карабинов с одной стороны, несколько карабинов с другой стороны. Эти без фиксации простые защелки, они не предназначены для того, чтобы заниматься горной подготовкой. И у меня вот есть такая веревка для обвеса с хорошим таким DeBell'ом карабином, который сертифицирован для прохождения школы в Air South School. Собственно, из армии он у меня остался. Зачем все это барахло надо? Кто-то скажет, это лишние понты. Нет, на самом деле у всего этого есть свое предназначение. На карабинах удобно сушить обувь. Еще раз говорю, мне нужно будет плавать в некоторых местах. Есть две реки, которые я хочу переходить в плавь. И есть место, где мы с Рафалом, моим польским товарищем, который тоже служил в американской армии. Ребята, которые на моем канале давно знают этого человека. Мы с ним хотим сделать waterborne trip. Поэтому на остров мы будем плыть не на лодке, а вот сделаем плод с помощью наших рюкзаков. Собственно, эти карабины для этого и нужны. Еще один важный момент в процессе, когда вы ночуете, я рюкзак не оставляю на земле. Может сюда что-то заползти. И вообще в джунгли штука в этом плане интересная. Поэтому рюкзаки всегда подвешиваю. Подвешиваю и обвязываю это веревкой таким образом, чтобы местные бездельники, бродяги, бездомные не уволокли мой рюкзак раньше меня. Поэтому эта веревка, этот карабин мне необходимы точно так же, как и другие карабины. Теперь зачем мне нужна эта приблуда? И мы плавно подойдем к вопросу приготовления пищи. Значит, открываем рюкзак. Двумя карабинами отстегивается верхняя часть. Кстати говоря, внутри у меня находится Wet Weather Gear. Специальный костюм. Также от компании Атака. Очень классная накидка. Почему? Потому что я буду идти часть в ноябре, а у нас на Гавайях это сезон дождей. Могут быть хорошие ливни. Поэтому что это такое? Я покажу, когда начнется дождь. Чуть-чуть двигаемся дальше. Значит, закрывается это все дело, в принципе, как в любом армейском американском рюкзаке. Есть затяжка сверху для того, чтобы уплотненно запихивать сюда все, что нужно и не нужно. Но у меня рюкзак, грубо говоря, идем налегке, не так уж много вещей. Открываем боковую часть. Мне нравится открывать правую часть. И, собственно, что мы видим внутри. Я специально... Обычно я открываю только вот так вот. То есть мне нужно открыть обычно лишь часть для того, чтобы иметь доступ к самым необходимым вещам. Но для демонстрации я открываю полностью всю заднюю спинку. Делается это, в принципе, удобно и быстро. Вот таким вот макаром. Что же я набрал с собой? И главный вопрос нахрена? Значит, давайте сначала с еды. Мне многие бы сказали, Ваня, идешь на 10 дней по Гавайям, можно там налегке перебиться. Зачем что-то готовить? Я вам так хочу сказать. Я иду не просто отдыхать. Я иду кайфовать. То есть, когда ты идешь и хочешь хорошо отдохнуть, ты берешь те вещи, которые ты хочешь. Именно желание формирует комфортный отдых. Я люблю примус. Я люблю огонь. Я люблю что-то разогреть. Я люблю вот этот вот здесь назвать junk food. Ту еду, которая разогревает какая-то мизина, блин, или вот что-то типа такого. Обалдеть. Очень люблю такие вещи. Вечером, перед сном, глядя на океан. Или в хорошей компании сделать горячий какой-нибудь глинтвейн с медом. Блин, эта штука нужная. Особенно с той компанией, с которой я иду, с кем я буду встречаться по дороге. Это просто пушка. Поэтому хочу вам показать свой примус, не знаю, как правильно назвать, своя горелка, которой я буду пользоваться. Давайте вот с нее, собственно, начнем. Потом будем рассказывать про все другие вещи. Что у меня есть? Значит, вот такой вот баллон с газом, пропан. Бах! Первый вошел. И вот такой вот наборчик с разными кастрюлечками и прочими прикольчиками. Что у меня здесь есть? Одна кружка – это показатель человека-эгоиста. Поэтому у меня одна кружка, специальная наливайка для моего товарища. У меня есть вот такая вот кастрюлька, которую мы так и не помыли с последнего похода. Вот такая вот небольшая кастрюлька. Это нам делать еду. У меня несколько салфеток. Зачем салфетки сюда назасовывал? Просто, чтобы не звенела вся эта чепуха. Когда ты идешь, как колокол, это некомфортно. Поэтому я несколько салфеток сюда засовываю. И вот у меня получается вот моя горелочка. Кроме горелочки, здесь у меня есть еще вот такая вот ложка обыкновенная. И еще два стакана. Почему? Потому что надо соображать, как минимум на двоих, на троих. Всегда у Руденко есть что с собой. Поехали дальше. Вот такая вот горелка. Горелка непростая. Горелка на приколе. Кстати говоря, купить такую горелку, я ее существовании не знал. Подсказал мне один парнишка, который проходил службу в АТО на Передке. И вот с помощью таких вот горелок они там грели еду. Волонтеры, которую им приносили. Значит, вот такая вот горелка. Еще раз показываю. Собирается она довольно-таки комфортно. Эти вещи сложили элементарно. Регулятор подачи газа. Все просто. И верхняя часть горелки, как на Примусе. Мы ее сейчас разложим и покажем, как это все чудо-юдо техники работает. Отлично. Ребята, блин, я уже чувствую перед носом запах. Вот что, насколько важная ассоциация. Продается это все приблуда под вот такой разъем. Эту часть я купил на Амазоне. Почему? Потому что на баллон, на баллоны, которые мы продаемся, которые чаще всего распространены, совершенно другой диаметр. Прикручиваем наш переходничок. Получается вот такая вот обалденная тема. И этот переходничок, все это чудо-юдо, прикручиваем на баллон. Пошла, родимая. Давай, 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 давай. С этими записями. Так, все прикручиваем. Покрепче, да, чтобы оно не травило. Дабы не было обидно, больно за бесцельно прожитые годы. Ну вот и готово отсюда, Юда. Вот она, наша горелка готова. Теперь как эксплуатировать и что я, собственно, беру. Можно было бы брать разные виды спички. У меня есть и зажигалка, и спички. У меня есть, по-моему, у нас они называются охотничьи спички. Да, те, которые, это на всякие пожарные, это НЗ, да. Спички, которые горят даже во дождь, во влаге. Есть у меня такой вот наборчик, но я ими практически никогда не пользуюсь, потому что это своего рода НЗ, да, неприкосновенный запас. В случае, если совсем-совсем все хреново. У меня есть маленькая зажигалка, но как опыт показывает, еще раз говорю, мы будем плыть в некоторых местах, зажигалка может выйти из строя. Что никогда меня пока не подводило. Вот у меня есть такая приблуда, Владик, покажешь. Значит, очень интересная штука. Я искал вариант, который будет работать даже после того, когда вы попали под сильный дождь, но при этом мне не нравится кремний. Знаешь, вот это чиркаешь, искры, пока ты найдешь что-то разжечь, особенно во время дождя, это, блин, ну не знаю, точно не мой вариант. Я хотел что-то однозначное. И это не только пиво открыть, потому что алкоголь употреблять в процессе нашего турна я сомневаюсь, что мы будем. Хотя, кого я обманываю, будем, блин, скорее всего, с Рафалом встретимся, по-любому мы что-то накатим. Но я хотел такую штучку, которая будет давать мне огонь, с которой можно лезть в воду, которая будет в любом случае работать и не подводить. Надежная штука. И хотел, чтобы я ее не терял, потому что зажигалки я теряю, спички сыреют, ломаются, корпуса, все теряется. Мне хотелось вот что-то такое, очень надежное. И вот такая вот приблуда, она там стоит буквально 10 баксов. Я ее купил. Значит, тут есть резиночка, открываете, это такая вечная спичка, практически вечная. Вот она, красавица. Баллон у меня, газ заканчивается. Спичка на место. Тут не видно. Сложно показать. Короче, горелка горит. И вот так это все чудо-юдо работает. Смотри, на тень. По тени видно, что горелка горит. Ну, вот так вот, собственно, работает все это дело. Потом вы просто ставите это сюда. Набираете воды в кастрюльку, да? Ставите сверху. Ставите сверху. И пошел процесс приготовления. Единственное, что я стараюсь баллон закапывать в землю где-нибудь, чтобы он вот для такого уровня был. Чтобы его не ветром не качало, ничего такого. Смотри, как дно прогорело без воды, да? Прикольная штука. В общем, примус и горелка это обалденные штуки, которые я стараюсь всегда брать с собой. Подождем, пусть она немножко остынет, и мы это все дело соберем. Ну, буквально мы сколько? Полторы минуты ждали. Собрали. Она уже не горячая. Металл быстро остывает. Складываем сюда немножко салфеток, чтобы оно все это дело не звенело. Вот таким макаром. Кружка в кружку. Складываем это дело обратно-назад. У меня, кстати, еще и крышечка есть. Вот такая вот небольшая. Там ручка, чтобы котелок вешать. Если вам понадобится. В общем, в огне, на природе всегда есть своя определенная романтика. Еще есть места на Гавайях, где можно рыбу руками поймать. Если поймаем или словим, как правильно, пишите, не знаю, рыбу. Ну, вот, собственно, вот весь мой примус. Маленький, компактный, при этом можно полноценно долго оставаться на ходу. Баллона, как опыт показывает, хватает на 6-8 приготовлений. В зависимости от того, сколько вы всего готовите. Ну, 6-8 приготовлений на 2 человека баллона хватает. Так, теперь по поводу провианта. У меня вот так вот. Это 1 галлон воды, то есть 3,8 литра термос. Хранит холодную воду. Как мы будем покупать воду, где мы будем ее набирать. На Гавайях можно долго прожить. Бомжи здесь живут не просто так. Здесь можно долго прожить, имея воду, ночлежку, питание. Очень-очень много всего абсолютно бесплатно. Как это работает, покажу в процессе непосредственно моего турне. Ну, вот, я с собой хочу всегда иметь минимум 3,8 литра воды. Это галлон. У меня вот такой вот шейкер. Я буду брать с собой сухое питание. Минимум 2 раза в день. Я хочу пополнять организм энергией с помощью шейкера и сухих корм. На сухой корм перехожу. У меня такой шейкер с второй дозой питания снизу. И у меня есть еще один такой термос обыкновенный. Я его полностью набираю сухим питанием. Мне этого хватит на 2 раза в день принимать пищу в виде шейкера смесей на протяжении 10 дней. При этом это будет не самый основной процесс питания. Потому что я буду брать с собой 20 долларов в день, чтобы покупать еду. Местную еду. Я думаю, это будет очень интересно посмотреть, что есть такого классного на Гавайях. Чем тут, какие диковины питания. Это вообще всегда классно во время туризма. Покажу вам 20 долларов в день на питание. Мне будет уходить основной мил. И 2 раза это будет сухое питание шейкера. Вот этих вот 2 компонента тут у меня есть. Теперь переходим немножко по шмоткам. Но на Гавайях много шмоток вам не нужно. Я, обрати внимание, значит на мне первые штаны. Это у нас тактические штаны от компании Velvet Mavka. Очень они мне приглянулись. Много где в них походил, погулял. Классная штука. Очень интересно на это дело реагируют местные американцы на острове. Потому что тут очень много военнослужащих. Морпехи мне задавали вопросы. Армейцы задавали вопросы. Что это за штаны? Где купить? Как купить? Всегда оставлял отличные отзывы от компании Velvet. Показывал, как найти. У американцев подобные вещи вызывают особый интерес. Также, кто знает, значит это у нас тоже компания Velvet. Есть вторые штаны. Я просто в них, блин, вот влюблен как тинейджер в девушку. Обалденные штаны. Классная окраска. Они обалденно работают в городе. В них очень удобно плавать, ходить, передвигаться. Поэтому вторые такие штаны на сменочку я себе взял. Тоже от компании Velvet. Ссылки в описании. Штаники мои свои кладем сюда. Я себе традиционно, значит некоторые думают, что на Гавайях всегда жара. Дня всегда классно, всегда обалденно. Вы если приезжаете сюда, поживете 3-4 года, ваш организм адаптируется к этой температуре. И бывают моменты, когда холодно. Бывают моменты, когда вы 3-4 дня под дождем, если пойдете. А я рассчитываю и на такой вариант. Вы захотите сухую, теплую одежду. Вот для этого у меня есть такая вот кофта. Это мне был подгон от моего сержанта. Когда я закончил курс джангл, мне мой сержант подарил вот такую вот классную вещь. Чем мне она нравится. Есть разные худи. Конкретно этот вот такой вот классный к телу. Очень теплый. Блин, обязательно его беру с собой. Буду вспоминать былые интересные годы. Это кладем также сюда, в случае, если будет прохладно. По обувке я расскажу немножко отдельно. Ну и беру с собой, естественно, шорты. Ребята, что раз говорю, у нас не военный какой-то поход напередок. Мы кайфуем. Кайфуем на Гавайях, поэтому шортики однозначно берем с собой. Одни шорты, вторые шорты я сюда еще положу. Вторые шорты будут специально, чтобы понырять. Идти по периметру острова 10 дней и не понырять, не окунуться в океан, не поплавать. Я считаю, это смертный грех просто. Поэтому обязательно будем плавать, обязательно будем нырять, будем получать максимум удовольствия от этого похода. Поехали дальше. Значит, что это такое? Кто занимается туризмом, кто в теме, тот знает. Это What Weather Bag, не знаю, на русском. В общем, такая вот сумочка, которая предназначена, чтобы ваши шмотки не промокали. Вот так вот это все дело складывается, закручивается. Спускается сначала воздух, естественно. Сейчас пойдем отобратно. Вот так вот это все дело закручивается, складывается и потом защелкивается. Из опыта, даже преодолевая полторы мили вплавь по океану, шматье остается сухим. Это уже не один раз доказано, не только мной. Поехали дальше. Что у меня тут? Тут у меня, ребята, базовый набор. Три футболки, трое трусов, трое носков. Все. Это на случай, когда мы пойдем нырять, плавать, все остальное может промокнуть. Оно не несет в себе какой-то особой, блин, ценности. Но вот именно этих три компонента, трехгневный набор шматья, должен быть сухим, дабы не натереть себе ничего в процессе этого турне. Ну вот, собственно, по шмоткам и все. Есть еще некоторые моменты, о которых я сейчас расскажу. Перед вами два интересных конкурента. Мне нравятся обе модели, но конкретно по поводу прабуса я их еще ни разу не носил. Я хочу пройти в прабусах приблизительно 2 мили, 2 мили, 2 дня. И 2 дня я хочу пройти в лово, сравнить, чтобы у меня был непосредственный переход от одной обуви к другой. В прабусах я хочу обязательно проплыть. Я посмотрел, у них здесь какие-то новые кольца. У них интересно, вот это вот кольцо затяжное стало для шнуровки. Удобная обувь. Спору нет, но мне интересно, будут ли ржаветь кольца. И как они будут по весу себя вести, натирают, не натирают. Потому что был у меня момент, я в этот раз взял другой размер. Этот размер мне лучше подходит. Посмотрим, будет ли натирать мне пятка. Потому что лово, пятку не натирают, потертости нет. В прабусе, в принципе, все то же самое. Но они не такие скользкие. Подошва у прабуса сделана принципиально, в моем понимании, более интересно. Плюс их кевларовая вставка, это ихняя фича. Которая однозначно понравится всем тем ребятам, которые хотят побегать, попрыгать по гвоздям. И просто хотят дойти до конца, когда они работают в очень жестких условиях. С ловой, тут вопрос такой. Зимой многие на них жалуются, что они скользкие, что они некомфортные в плане преодолевания разных скользких поверхностей. Но у нас тут Гавайи, максимум, что может быть скользким, это камни на реках, покрытые мхом. Поэтому я думаю, что это два полноценных интересных конкурента, которых нужно поносить и сделать какие-то выводы. Мне в данной ситуации больше интересно, в каких тапках у меня будут больше потеть ноги. Как бы ноги одинаковые, что в тех, что в тех условиях. Мне просто будет больше интересно, в каких больше будут потеть ноги, в каких мне будет более комфортно ходить именно на жаре. Поэтому и та, и та обувь будет носиться два дня в процессе этого турне. Но опять, ребята, мы на Гавайях. Блин, тапки тапками, а нужно брать сланцы, гулять по песку. Нужно, чтобы ножки дышали. И не всегда будут какие-то жесткие преграды перед вами. Кайфуем. И тапочки я тоже беру с собой, потому что без этих тапок никуда на острове. Перед нами, значит, солнечная панель Big Blue. 28 ватт. 28 ватт она хрен когда выдает. 24 ватта в лучшем случае у нас на Гавайях с нашим ярким солнышком. 4 секции. Вроде бы как она водонепроницаемая, но нырять мы с ней точно не будем. Я сюда уже положил кабель для моего айфона. Всю видеосъемку основную я буду вести на айфон. Также у меня есть кабель для того, чтобы заряжать аккумуляторную мою батарею дополнительную. И здесь три слота. Подсоединять можно только два одновременно, потому что из опыта, если ты подключаешь три устройства, ни одно из них нормально заряжено не будет на протяжении четырех часов. Это что касается. Каждый из портов выдает 2,4 ампера максимально. Сколько минимально, зависит от того, насколько яркое солнышко. Тут собираются кабеля. Очень удобная штука. Несколько карабинов, чтобы вешать это все дело на рюкзак. Вот такая вот солнечная панель у меня появилась в моем хозяйстве. Теперь, что же у нас находится тут? Как я рассказывал, нам нужно будет преодолевать водные преграды. И тут у меня дрон, батареи, очень дорогие, ценные вещи. Сумка, блин, только сумка стоит приблизительно 2000 баксов. И чтобы во время преодоления океана мы не намокли, вот такая вот у меня еще дополнительная есть приблуда. Значит, wet with the back. Концепция та же самая. Закручиваете, защелкиваете. Мы его берем с собой. Он у меня находится всегда в заднем кармане. Удобно складывается. И это вам ответ на то, как мы будем нырять здесь и ходить подожжем в случае чего. К этому я готов. Давайте посмотрим, что у нас непосредственно внутри. Вот такая вот удобная сумка. Еще раз говорю, сумку эту взял 5.11. Почему? Потому что она классно подходила под размер. Значит, у меня внутри дополнительная сумка, тоже водонепроницаемая, со всякими приблудами, картами памяти и дроном. Дрон я починил. На эту тему, наверное, отдельно поговорить. К дрону у меня идет три батареи и пульт управления. То есть здесь у нас хранится мой дрон, который мы тоже можем отдельно закрывать. С правой стороны у нас вот такая вот большая аккумуляторная батарея, которая, в принципе, на протяжении дня должна заряжаться от этой солнечной панели, судя по математическим моим просчетам. Как на практике это будет, расскажу немножко потом. Значит, здесь у нас 800 ампер. Это пиковые. В принципе, эта приблуда предназначена не для того, чтобы заряжать аккумуляторы. Она предназначена для того, чтобы стартануть машину. То есть мощности здесь более чем достаточно для того, чтобы заряжать все мои девайсы. Вот такой вот огромный аккумулятор у меня есть с собой. Мы его кладем тут. Сбоку ставим его на его, грубо говоря, уже штатное место. И еще один момент. Вот такая вот у меня есть штучка. Это дополнительная секция для того, чтобы можно было хранить и спрятать от воды мой айфон, гоупрохи, батареечки, все дорогие ценные вещи с картой памяти. Все пойдет сюда. Во время преодоления водных преград я буду использовать с собой только гоупроху. Почему? Потому что жаба давит тратить деньги и рисковать айфонами. Хотя и есть страховка. Вот что находится в этой сумке. Также в этой сумке, скорее всего, будут документы и деньги. То есть все мои электронные девайсы ютубера упакованы в одной сумке. И они будут у меня по диагонали находиться всегда доступны к выполнению своей непосредственной задачи. Это что касается вот этой вот сумки. Я постараюсь вам честно, объективно рассказать про наш штат. И поэтому следующий видеоролик я хочу начать с того, как происходил процесс аннексии штата Гавайи, Гавайских островов. Как это было? Какие были детали? Очень интересные факты. Особенно на фоне последних событий 2014 года аннексии Крыма. Кто не знает, я родился в городе Джанкой. Мои родители и мы жили практически по всему Крыму. Начиная с ЮБК, Планерская, поселок городского типа Советская, Севастополь. Все для моей семьи это непростые названия. Это то, что мы долгие годы называли своим домом. Однако исторически так сложилось, что теперь своим домом я называю остров Уаху, штат Гавайи, который как опыт показал также часть территории, которая прошла через процесс аннексии. Что это такое, с чем ее едят, как к этому относятся по сей день некоторые местные гавайцы, что такое Hawaiian Kingdom, об этом всем я расскажу в своих видеороликах. На этом у меня все. Вам огромное спасибо за каждый из комментариев. Распространяйте этот канал. Давайте попробуем у нас здесь, в процессе этих 220 километров, собрать максимально классную и интересную публику. Ребята, всем большой привет и алоха с острова Уаху. Пока-пока.